В Нижневартовске реконструируют одну из старейших школ. Кирпичное строение появилось там до того, как населенный пункт получил статус города. Оно давно нуждалось в капитальном ремонте. Когда закончится работа, узнавал Кирилл Волконский. Пока к предстоящему ремонту готовят стены. За полтора месяца с начала работ строители вынесли из здания. Оставшиеся оборудования полностью демонтировали все инженерные коммуникации. Водоснабжение, отопление, электропроводку. Мы сейчас открыли те шахты, где лежали инженерные сети. То есть отопление, водопровод, канализация. У нас сейчас в данный момент присутствуют радиаторы. Где там даже можно сказать, помимо радиаторов у нас есть регистры. То есть это можно даже вывод сделать. И когда это было, и сколько ему уже лет, и соответственно в каком она может быть уже состоянии. То есть визуально картинка. В конечном итоге останутся только несущие стены. С момента строительства прошло более полувека. Менять в здании нужно практически все. Свою работу строители, которые занимаются реконструкцией исторических зданий, а вторая школа Нижневартовска, она старше, чем сам город, таковой является, сравнивают с трудом археолога. Всегда во время работ найдутся исторические культурные слои. А при них очень интересные артефакты. В этой галереи с гардеробными таковыми стали рисунки куполов и башен, судя по приметным зубцам, кремлевские. А пока педагоги составляют расписание занятий на предстающий год. С сентября учащихся переведут во второй корпус школы. Он по соседству. 1300 детей будут учиться в две смены. Мы встречаемся, если есть вопросы, с родителями индивидуально, объясняя следующий год, как мы будем проходить учебный процесс. Ну и контроль с нашей стороны, с подрядчиками. Мы постоянно на связи и встречаемся. Дизайн мы согласовывали со всеми родителями, учениками и педагогами, проводили анкетирование. Поэтому, конечно, каждая рекреация будет согласно тому анкетированию, что выбрали все участники. Школа располагается в одном из старейших в городе микрорайонов. В узких проездах большой фурии не развернуться, так что материалы на стройплощадку вынуждены привозить небольшими партиями. Поэтому местных жителей просят отнестись к работам с пониманием. К тому же, в обновленном здании уже через год будут учиться их дети и внуки. У нас жители города Нижневартовска, они очень активны и стараются включиться в любой вопрос контроля. Поэтому, несомненно, то, что может выпасть у нас от нашего взгляда, наши жители нас тут же поправят. Средства на реконструкцию город получил в рамках нацпроекта образования. Следующим летом, после завершения всех строительных работ, во дворе школы проведут мероприятие по благоустройству. Кирилл Волконский, Ирик Абдулганиев. Вести Югория. Нижневартовск.